День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день, в 1944 году, закончилась героическая оборона города на Неве, которая продолжалась долгих 872 дня. Врагам так и не удалось вступить в северную столицу, сломить сопротивление ее жителей и защитников. История, связанная с блокадным Ленинградом, навеки застыла в письмах и книгах, в стихах и фильмах, на черно-белых фотографиях и на кадрах документальной кинохроники. В памяти каждого из нас. Изначально, в соответствии с планом Барбаросса, немцы хотели взять Ленинград военным путем. Он был важнейшей стратегической целью, которую ставило перед войсками нацистское руководство, начиная войну против Советского Союза. Однако вермахт понес значительные потери, но не сумел завоевать город штурмом. Адольф Гитлер, его маршалы и генералы приняли решение заморить ленинградцев, полностью отрезав их от снабжения. 8 сентября 1941 года кольцо блокады замкнулось. Совсем скоро в городе наступило суровое время. Есть совершенно ничего было, мы совсем не ели ничего. В свои 86 лет Зоя Пенязева почти не выходит на улицу. Трудно двигаться. Говорит, что Кости болят из-за голодного детства. Когда началась блокада, ей было всего 6 лет. Отец погиб на фронте. Мама, как и большинство взрослых, день и ночь трудилась у станка. Несмотря на тяжелое положение, заводы и фабрики продолжали работать для обеспечения фронта всем необходимым. А маленькая Зоя вместе с братиком прятались от смерти в пустой квартире. Без тепла и пищи. Про еду старались даже не вспоминать. И мы даже и есть уж не хотели. Почему? Потому что мы уже привыкли к этому, к такому голоду. Настолько были стыщены, что мы не могли подняться на второй этаж. С первого, на второй этаж сил не было. Вот дистрофики Кости и кожи. На момент начала блокады в Ленинграде жило порядка двух с половиной миллионов человек. Каждый четвертый погиб от зимней стужи и голода. Кусочек так называемого блокадного хлеба стал одним из символов тяжелого времени. 125 граммов застывшей муки, перемешанной со жмыхом, целлюлозой и обойной пылью. В дневниках жителей осажденного города хранятся сотни историй о лишениях, которые испытывали блокадники. Те, кто умудрялся выживать на скудном пайке, под постоянными бомбежками немецкой авиации и обстрелами фашистской артиллерии. За время блокады на город упало более 148 тысяч снарядов и бомб. Валентина Багрова хорошо помнит тревожные звуки метронома, который по радио предупреждал ленинградцев об очередной вражеской атаке. Через наш дом постоянно летали, летели снаряды немецкие, и снаряды самолетов, значит, и с дальнобойных, а это все через нас, через нас бомбили завод. Все время летали и летели эти снаряды. Они и с воем, и без воя. В общем, вот это, вот это я тоже помню. Но нас не упал ни один снаряд, но все равно было опасно. Тяготы блокадников разделяли все жители огромного СССР. Эвакуированных женщин, стариков и детей принимали в Сибири и в Поволжье, на Урале и Кавказе, в Казахстане и в Киргизии. По легендарной дороге жизни, опасной, но спасительной ледовой переправе через Ладожское озеро, связывающее Ленинград с Большой землей, грузовые полуторки увозили из гиблого окружения людей. Обратно караваны машин возвращались с продуктами и лекарствами, собранными в столице и других регионах страны для тех, кто до конца оставался в городе. Даже оккупированные фашистами Псковщина и Новгородщина, несмотря на собственные беды, пришли на помощь своим соседям-ленинградцам. С территории Псковской области и Ленинградской, Новгородской области, где был образован уже 1 августа 1941 года партизанский край, было принято решение направить в блокадный Ленинград обоз. Продукты питания собирали по огромному количеству сельсоветов, ездили делегаты. И несмотря на то, что тоже был достаточно тяжелый оккупационный режим, население все возможные продукты собирало. Лошади, запряженные в сани, на которых были размещены продукты питания, продвигались сквозь болота. Зима была еще, стояла достаточно холодно, где-то приходилось рубить лес. Они продвигались к блокадному Ленинграду через линию фронта. И после того, как вот этот вот огромный обоз перешел линию фронта, он был перегружен на железнодорожные вагоны уже в нашем тылу и направлен в блокадный Ленинград. Силы нацистов были скованы упорной борьбой Красной армии. Более 350 тысяч солдат и офицеров Ленинградского фронта были представлены к различным орденам и медалям. 226 красноармейцев стали героями Советского Союза. Медалью за оборону Ленинграда было награждено порядка полутора миллионов человек. Своими героическими предками, которые встали тогда на защиту северной столицы, сегодня гордятся потомки. Простые россияне, школьники, студенты, военные и сотрудники правоохранительных органов. Евгения Антоновна Антонова, мама председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина, пережила блокаду, воевала в боевых частях Краснознаменного Балтийского флота, была зенитчицей, сражалась на Орененбамском пятачке близ Кронштадта, принимала участие в тяжелых боях за Кёнигсберг. Отец Александра Ивановича Бастрыкина тоже защищал город на Неве, затем служил на торпедных катерах Северного флота. А после победы Иван Ильич Бастрыкин остался в Ленинграде, где и встретился со своей будущей супругой. Она постоянно возвращалась к событиям блокадных дней, и видно, что те героические события и трагические одновременно глубоко запали в ее память. Мама предлагала мне делать записи из ее рассказов, можно было составить целую книгу. Пример Ленинграда – это не только пример военной победы рабочей крестьянской Красной Армии, так называлась наша армия все годы. Это пример победы воли, духа, мужества и стойкости. А идея очень простая – защищать нашу Родину. Офицер Следственного комитета России, подполковник юстиции Алексей Тищенко хранит в семейном альбоме фотографии своего деда, ветерана Великой Отечественной войны Тищенко Константина Минеевича. У деда много есть медалей и наград, но наиболее дорога и памятна ему – это медаль за оборону Ленинграда. Дед рассказывал, что с бойцами выстроили линию обороны, сидели в окопах, отражали атаки врага. Враг всеми силами пытался прорваться к городу, бросал укрепленные свои войска, артиллерию, самолеты, закидывал снарядами окопы на глазах деда, гибли его товарищей. Вторую блокадную зиму командующий Ленинградским фронтом генерал-полковник Леонид Говоров не расставался с секундомером. Он заставлял своих бойцов тренироваться перед предстоящими наступлениями. На время преодолевать ледяную дистанцию, штурмовать шестиметровые стены. У Говорова было прозвище «аптекарь», так его называли «сослуживцы». За его педантичность и точный расчет во всем. Это была операция «Искра» январь 1943 года. Прорыв блокады стал главной целью Говорова. И для этого он разработал собственную методику подготовки войск. Шли изнурительные тренировки для предстоящего прорыва. Создавались специальные деревянные городки, на которых отрабатывались, проводили специальные занятия. И командно-штабные, и для личного состава, для того, чтобы все досконально отработать. И строились именно макеты, по данным нашей военной разведки. То есть снимался передний край противника и создавались в тылу вот такие городки. А преодолеть надо было действительно серьезные препятствия, потому что вражеский берег реки Невы, который надо было форсировать, он был достаточно отвесный, от 6 до 12 метров в высоту, который немцы перед этим облили холодной водой, чтобы, естественно, затруднить наступательные действия. Поэтому это была достаточно сложная задача. Опыт и точный аптекарский подход Говорова в итоге дали результат. 18 января 1943 года блокада была прорвана. Говорит Москва, последний час. Успешное наступление наших войск в районе южнее Ладожского озера и прорыв блокады Ленинграда. 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от врагов. Битва за северную столицу стала одним из важнейших сражений Второй мировой войны и самым продолжительным в годы Великой Отечественной. Ни страшный голод, ни лютой холодной бомбежки, ни артобстрелы и вражеский натиск не смогли сломить волю защитников и жителей города фронта, города-героя. Несмотря на тяжелейшие испытания и лишения, ленинградцы выстояли, дали отпор захватчикам. Подвиг этих людей навсегда остался в российской истории примером стойкости, символом мужества и самоотверженности советского народа, наших великих потомков, которые сумели защитить свое отечество, свою родину, свой город. Субтитры создавал DimaTorzok